В Краевой столице прошло заседание Постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии в Краснодарском крае. Прошло оно в режиме видеоселектора. На связи с Краевой столицей были главы районов, представители прокуратуры и правоохранительных органов. Заседание Постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии провел губернатор Кубани. По словам Вениамина Кондратьева, в прошлом году мигрантам было выдано всего 42 тысячи патентов на работу. Вместе с тем, по оценке правоохранителей, их должно было быть в два раза больше. Таким образом, бюджет края недосчитался порядка 700 миллионов рублей. Сегодня за привлечение к работе нелегального мигранта штраф может составлять до 800 тысяч рублей. В прошлом году было выявлено 1700 случаев нарушения миграционного законодательства работодателями края. Губернатор также добавил, что нелегальные мигранты – это не только экономический ущерб, но и реальная угроза безопасности. Так, в прошлом году мигранты совершили 1331 преступления, из них 20 умышленных убийств и 33 случая нанесения тяжкого вреда здоровью. По поручению губернатора с ноября прошлого года в крае организована работа по наведению порядка в миграционной сфере. В каждом муниципалитете созданы межведомственные рабочие группы. За два месяца было проведено 1700 рейдов, отработано 13 тысяч мест возможного нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства. Проверено 50 тысяч человек. По результатам составлено почти 1300 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение миграционного законодательства. После окончания видеоселектора глава Славянского района Роман Синеговский поставил задачу держать вопросы миграционной политики на особом контроле, усилить работу в данном направлении, а работодателям создать условия, чтобы им было невыгодно привлекать нелегалов. Всё должно быть легально, оформлено. Мне кажется, что сегодня и дорого должно быть работодателям таких сотрудников содержать. Правильно? Прошли там заплатить на тысячу больше, на две, но спать спокойно. Штрафы огромные. Славянский межрайонный прокурор Александр Фоменко обратил внимание собравшихся на необходимость наладить работу с владельцами гостиниц, чтобы они предоставляли информацию о заселяющихся иностранных гражданах, а также уделить особое внимание жилью, сдающемуся в частном секторе. В этом вопросе должны помочь главы поселения, лучше знающие на местах, кто сдаёт дома и квартиры. Кроме этого, будут отслеживаться граждане других государств, обращающиеся за медицинской помощью в славянские медучреждения. Информация о них будет передаваться в миграционный отдел. Имейте в виду, что можете рассчитывать на нашу поддержку, потому что в любом случае проверочные мероприятия подлежат согласованию по 294 ФСЗ. Ну а там, где это не терпит от подгадки, в принципе, мы имеем такую возможность осуществить совместную прокурорскую проверку. Там мы тоже уведомляем хозяйствующие субъекты. Но, тем не менее, это надо будет чуть побыстрее. Поэтому мы действительно здесь, у нас одни цели и задачи. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».